А морозится это кощунство Прыгай так, чтобы стекла дрожали Мы устроим сафари на чувства Когда градус растет и мы жарим Жарим, 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 жарим Сельси Кельвин Фаренкейт, яу Жарим, 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 жарим Сельси Кельвин Фаренкейт Всем привет, с вами Влад Рифа И сегодня мы берем интервью свято При поддержке проекта Рэп Ньюз А также пабликов Рифмы Панч и All Russian Battle Привет, Свет Здорово Как известно, ты начинал свой путь И, так сказать, взорвал на End of Battle И поэтому твоя творчество Связано с батлами И вот сейчас самый шумный батл Это Versus, планируешь ли на нем принимать участие Введешься в таком формате Вопрос хороший, вопрос постоянно где-то задают Конечно, мне было бы интересно участвовать на нем Предложения были неоднократно Ну, просто проигрывать, скажем, ноунейму Это не круто, не так ли? А выигрывать у ноунейма тоже ничего крутого нет Хочется все-таки потягаться с кем-то именитым и сильным Из предложенных вариантов такого пока не было никогда Мне было бы интересно побаттлить с Отриксом Потому что мне есть, что ему сказать Ну и раз речь зашла об Отриксе Вот он тебя цеплял в своих треках Также я слышал в твоих треках строчку относительно Отрикса Как вообще будут ли еще строчки у адрес Поймируешь ли ты продолжать вот это противостояние? Мне бы не хотелось за спиной что-то говорить Потому что это все должно быть в глаза И так будет гораздо интереснее Ну и в продолжении тема о баттлах Офлайн баттлы это то, что сейчас набирает популярность Но также остаются очень сильные онлайн проекты баттлы Например, известно, что вот прошел баттл от All Russian Battles Паблика HiPology полтора час Стартует HiPology 2 Участники еще неизвестны Поэтому вопрос, будешь ли бы принимать участие? Насчет участия в HiPology номер 2 Со мной связывался Артем, организатор этого проекта Я ему тогда ответил, что все возможно В случае, если будет время позволять И если будет хороший подбор участников Что мне нравится в HiPology Что там ребята, которые просто не обманут Не обманут с оценками, с призами Можно сказать, что свои люди Поэтому можно было бы там, не знаю, забаттлить И взять баттл по блату Ну или не очень Нужны обязательно персонажи, которые будут тащить просто Потому что они есть, потому что они такие Потому что они отличаются от всех остальных Хотя, пол, отлично Ну и немного отличаемся от баттлов Что с концертами? Как вообще планируешь давать? На данный момент я не выступаю Это потому что У меня существует некоторый заскок по этому поводу Я боюсь выступить первый раз Но в скором времени это произойдет И я надеюсь на тур по городам Который, ну я не знаю, будет ли он обширным и посещаемым Но очень хотелось бы Даже это видео Это некоторый шаг через самого себя Это шаг Вперед Потому что это первое появление на видео За долгие Долгие три года Как я активно, в общем-то, пишу треки Главное это то, что я осознал Надобность выступлений, надобность клипов Надобность видео Остается дело за малым Сам, как вообще твои ожидания? Как думаешь, планочку нет? Побьешь или? Ну, мы планочку нет уже побили, я считаю Потому что за это время все-таки вырос и я Выросли текста Вырос звук В конце концов Фиджи набрался новых фишек Все это в совокупности даст свои плоды Должно быть очень круто Будут ли совместные треки? Насчет совместных треков у нас позиция такая Либо они должны взрывать и удивлять Либо их не должно быть совсем То есть на данный момент мы работаем Над совместками, но Если по какой-то причине они будут неудачными То они не войдут в релиз Я тебя понял, так? Нет, цели делать совместные треки Просто ради совместных треков Как вообще относишься, когда читаешь негативные Тебя это цепляет, не цепляет Когда кто-то провоцирует в комментариях Вообще, читаешь ли комментарии к своим трекам? Я слишком много слышу про свои треки еще до релиза Потому что у меня есть близкие друзья Мне важно знать их мнение И я тут инициатор того, чтобы скинуть им трек И узнать хорошо или плохо и в каком моменте Но мнение толпы людей мне неинтересно Оно всегда движет в какую-то неправильную плоскость Толпа всегда хочет видеть что-то разное Ты не можешь одновременно быть лириком и батлером Ты не можешь одновременно делать трэп и рок А толпа все время хочет каждый человек из толпы выкрикивать Делай то, делай это И если ты бежишь То в одну сторону, то в другую То тебя точно ждет провал Я не думаю, что нужно вслушиваться во все сказанное людьми Ну во многом многие люди говорят, что треки у тебя очень сложны для восприятия То есть, во-первых, вот эти понтарифмы Которые, собственно, сейчас Тех, кто этим занимается, ассоциируются с твоим никнеймом То есть, свят это понтарифмы Понтарифмы это свят И, соответственно, вот эти сложные рифмованные конструкции Также смысл, который ты в них вкладываешь Они не очень простые для восприятия Ты не боишься, что тебя просто не поймут Они прекрасно не примут Дело в том, что искусство, оно не понято вообще с самого начала Предположим, человек, зашедший в картинную галерею И смотрящий на какую-то картину Он видит что-то одно И это одно почти никогда не совпадает с тем Что в действительности рисовал и пытался изобразить автор При этом в меру своего мировоззрения Своих каких-то принципов, навыков Человек выцепляет из картины то, что он хочет увидеть и может увидеть И сам мысленно дорисовывает все остальное Поэтому творчество не понято с самого начала и абсолютно Поэтому мне не страшно усложняться Мне не страшно быть непонятым Потому что это неизбежно И можно, конечно, льстить себе и считать Что если тебя слушают, тебя понимают Но это абсолютно не так Свят, смотри, если бы ты выступал перед всем миром То какой трек бы исполнил? Охо Ну, пока что ни один человек еще не выступал перед всем миром Можно было бы помечтать об этом Я бы исполнил, наверное, рисуюсь теркой Да А почему именно его? Потому что он добрый Он учит всему хорошему И, ну, конечно, он злой Был у тебя трек «Хочешь» Вот такой личный трек Остались ли чувства? Девушке, которому посвящен Остались у нее Трек «Хочешь» Он был год назад написан Многое поменялось За трек мне не стыдно Кстати, это тот самый трек, который можно еще к тем двум добавить Которые могут послушать И не покраснеть Как обалбиск Привет ему Он просил передать привет Но, правда, не в таком контексте Ну, ладно Я должен был сказать Обалбиск Чемпион всея санкт-петербургского батла Я хотел бы сказать спасибо прежде всего за поддержку слушателей Потому что без этого ничего бы не получалось Особенно с моей привычкой ныть Устраивать истерики И грустить неделями То есть поддержка реально помогает Она чувствуется И это очень приятно Спасибо Фиджи за большинственный свидос Спасибо Борису и студии MachineBank На которой я пишусь за запись За чудесный звук Мы работаем в том режиме, в котором нам удобно И в скором времени все будет Нужно лишь немного подождать Греться запрети мне И лето порой меркнет Сердце взапертие Но где-то в грудной клетке Не пробуй сникать Да, я попробовал кайф Открыв Москву, как шампанское Без пробок никак Лихо не гроша И потери поди, посчитая Сильно задолжал И теперь платил по счетам Лезешь из краев А класс как месячный наёк По карьерной лестнице вниз Лестничный пролёт Я падал растерянно Между башен и заборов И пока у нас стерео Где-то даже лизамона Их праздник словно не услышит Краш-тест И у власти снова едет крыша Карт-тест Я летал в облаках Век, кто не прав, не толкал И моя домо-сердце Это игра в дурака Оставь этот шар И он блистательно потух А я не левша Чтоб признавать не правоту Будь крепче, малая Мы не измерим Тут ничего, нечего лаять Вечер на памяти наш Вечный оффлайн Но звери не поймут Ничего вечно ломать Нечего лаять Будь крепче, малая Мы не измерим Тут ничего, нечего лаять Спасибо, Аллах Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok